Привет, мои самые талантливые, самые красивые и самые уверенные в себе художники. Сегодня моё видео специально для группы в Телеграме. Эти артисты. Кто ещё не в группе, пожалуйста, подписывайтесь. Мы там делимся информацией абсолютно бесплатно. А повод у меня сегодня такой. Регулярно в группе возникает вопрос о этой вот непонятной справке на картину. Что же это за такая чёртова справка, которую нужно получать для того, чтобы отправить картину за границу? Я собрала в один документ всю информацию, которая у меня есть и которой делились в группе художники. Это по Украине, России и Беларуси. Если у вас будет какая-то информация по другим странам, пожалуйста, делитесь в комментариях. Приходите в группу, делитесь в группе. Я потом дополню этот документ. Если же какая-то моя информация будет не актуальной, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях, в группе. Я буду исправлять, чтобы всем, кто приходит вновь на рынок продаж картин за рубеж, было это всё понятно и собрано в одном месте. Это очень важно. Итак, с чего нужно начать? Ну, во-первых, этот документ не называется справка, он называется культурологическая экспертиза. Причём в Украине он называется как культурологическая экспертиза предварительная. То есть картину осматривают внешне и делают заключение о том, что она не обладает культурной ценностью. Это определение не должно вас пугать, потому что если бы она обладала культурной ценностью, то вашу картину оставили бы в той стране, в которой она находится, и никогда бы не отправили за границу просто так. Культурной ценностью обладают антикварные вещи, картины, которым больше 50 лет, и т.д. и т.п. Картины, которые принадлежат современным художникам и имеют возраст не более 50 лет, они не обладают культурологической ценностью. И вот эта вот культурологическая экспертиза, которую проводят эксперты, специально сертифицированные для этого, она и является тем документом, который нужно получить художнику на свою картину, если он отправляет эту картину за рубеж. Но не каждая картина как бы подлежит этому осмотру. Живопись маслом обязательно на холсте должна вот быть рассмотрена в качестве объекта этой экспертизы и должно быть сделано заключение. В моем документе будут прикреплены законы, в частности закон Украины по этому поводу, и там будет весь список того, что должно пройти эту экспертизу. В этом же документе будут прикреплены списки экспертов в Украине, в России, которые сертифицированы на эту экспертизу, которых вы можете найти в своем регионе, предварительно, конечно, позвонив по телефону, потому что вся эта информация актуальна на сегодняшний день, но с течением времени это все может, естественно, меняться и быть неактуальным. Поэтому обязательно, найдя свой регион, город, допустим, вы звоните по телефону и выясняете, работает ли этот эксперт, можно ли ему привести картину и сделать вот это вот заключение. Это второе. Третье – это то, что вы должны предоставить и какие документы вы должны предоставить для этого. Обычно это две цветные фотографии вашей картины, прежде всего. Некоторые эксперты просят, и не знаю почему, возможно, они хотят себе сделать каталог, что, в общем-то, тоже хорошо. Большинство экспертов требует две фотографии. Это не значит, что вы должны печатать на фотографической бумаге. Вы можете распечатать на обычном листе для печати, но единственное, что должна быть фотография цветная. На обратной стороне этой фотографии вы пишете автора, название вашей картины, техника, ну, в данном случае, да, масло, холст, размеры и год. Вот. Иногда, иногда эксперты требуют и обратную сторону картины сфотографировать, но в моей жизни это было только один раз. Дальше. Значит, вы пишете уже заявление по месту у эксперта, вам выдается бланк. Дальше. Должны сделать копию первой страницы заграничного паспорта лица, который будет вывозить эту картину. Если вы отправляете по почте, то своего паспорта. И указываете, указываете, а, ну, это я уже сказала, да, указываете данные по вот вашему произведению. Большинство экспертов не делают удалённо эти заключения, эту экспертизу. Нужно привести картину лично, нужно предоставить документы лично. И это происходит не очень быстро. Чаще всего, ну, меньше всего это вот было в Одессе. Саша Слопошпицкая поделилась в группе, сказала, что ей удалось это сделать за буквально несколько часов, эту экспертизу. Ну, чаще всего это несколько дней и до двух недель. Я знаю, что в Киеве до двух недель. Вам повезло, если вы живёте в городе, где есть эксперт. Вот. Мне не повезло, к сожалению. Но я обращаюсь к посредникам, к людям, которые вхожи в эти кулуары и делают это, естественно, за вознаграждение. Подсчитав, сколько бы мне пришлось потратить для того, чтобы поехать загрузить все даже картины, если я буду делать на готовые картины все заключения, да, я подумала, что это наименьшая трата, которую я готова понести. Ну, тем более, что я это вкладываю в стоимость картины. Вот. Что ещё нужно учесть? Вот этот документ, экспертиза, он обычно изымается на таможне в стране, из которой вы вывозите. Если вы везёте самостоятельно, только картины, да, из страны вывозите, то тоже нужно это заключение. Если у вас покупатель приобретает в стране, но при этом он будет ехать, вылетать там или поездом ехать из этой страны, вывозить эту картину, то, естественно, ему понадобится тоже эта экспертиза. Был случай с моей знакомой, которая вывозила купленные на набережной в городе морском, морском городе, не буду говорить каком, три картины небольшие. И в аэропорту её тормознули и, ну, потрепали нервы. Она, конечно, смогла их вывезти, но у неё не было, естественно, у неё не было ни квитанции, никаких документов. Это было куплено частным образом. И вот она таким образом застряла на таможне и могла застрять и не вылететь, если бы назначили дополнительную экспертизу и задержали бы её. Во всяком случае, рейс бы не задержали, естественно. Ну, а случаи возвратов картин тоже были. В основном это большие форматы, маленькие форматы как-то проскакивают, а большие форматы возвращались. И это ваше время, это ваши нервы и, скорее всего, нервы вашего покупателя. Если вы будете отправляться, потом эта картина вернётся, потом вам опять отправлять. То есть двойная доставка и время. Есть страны, в которых нет этой экспертизы. Например, Настя Васильева поделилась со мной тем, что в Швейцарии нет такой справки. Я спросила, как же ты на Саучи отправляешь, там есть требования. Сказала, у нас требования такого нет, они нам доверяют. И мы просто от руки пишем, вернее, заполняем от себя, что мы отправляем картину вот такого-то размера, такого-то автора, с такой-то подписью и всё. Вот. А наши страны, ну, например, в Словении тоже есть. Аня Миклашевич говорила, что у них подписывает эту экспертизу сам министр культуры. Страна маленькая, поэтому вот таким вот образом происходит этот процесс. Ещё раз повторюсь, документ со всей информацией для России, Украины, Беларуси я прикрепляю здесь в описании под видео. Если у вас есть информация по другим странам, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду добавлять в этот документ. Приходите к нам в группу в Телеграме. Эти артисты тоже ссылочку оставлю внизу. Группа была организована для художников, которые продавали на Эти, но сейчас её, так скажем, масштабы расширились. И речь уже идёт не только о том, чтобы продавать на Эти, но и на других площадках. Вот. Но я её пока не переименовываю, пусть пока так постоит. Вот. Если у вас возникают какие-то вопросы, все делятся там в группе информации. И у нас эта группа не только для физических художников, но и для диджитал-художников. Тоже очень много информации. Делимся без возмезда, то есть даром. Так что приходите. Если вы начинающий художник, у меня есть небольшая комфортная домашняя группа для начинающих художников. Тоже ссылочку оставлю внизу. И welcome. Те, кто неуверенно чувствует себя в английском языке, мои услуги есть в группе, тоже в Телеграме. Поэтому, пожалуйста, приходите. Я помогаю с переводами, с оформлением портфолио. Могу написать для вас специально описание к вашим картинам, даже если вы не знаете, о чём она. Всем добра, всем продаж. Добро пожаловать в группу. И вот здесь сейчас самое время поставить мне лайк и подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны. У меня сегодня праздник 200 подписчиков, поэтому в следующий раз будет стрим. Я себе давала слово, что стрим будет только когда у меня будет 200 подписчиков, не меньше. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok